Дорогая возлюбленная Церковь Божия, святые и верные во Христе Иисусе, граждане неба, хочу вместе с вами сказать слава нашему Господу. Очень приятно быть в Доме Божьем, слышать прекраснейшее пение, наслаждаться. И я смотрю за регентами, как они красиво дирижируют, и немножко начинаю понимать язык. Вот хористы, они не слышат его, когда он говорит, но они очень ясно понимают язык жестов. И вот, вы знаете, я так изучаю, смотрю, и вот когда регент вышел, он так вот показал, и знаете, что они сделали? Встали, да? Даже показал, как открыть сборник или книги их не, показал, они все открыли. Вот, и когда смотрю, что когда-то надо, чтобы погромче или посильнее, как он показывает, вы помните, вы наблюдаете за регентами? И он так показывает, давайте, давайте, так, правильно так, регентам, вы скажите, может быть, я неправильно, но я думаю, что вот так он показывает. А когда надо, тише, тише. Братья и сестры, как он показывает, когда надо заканчивать? Он так показывает, а потом вот так вот, раз, и все, да? Так вот и вы тоже, если вы выучили, то вы так, если надо заканчивать проповеднику, так просто так и покажите, значит, все, надо уходить. И еще так он показывает, садитесь, значит, уходи проповедник, садись. Дорогие мои, ну вот я заметил, знаете, вот за детским хором, за детским хором, прекрасно детский хор пел, и вот что-то особенно детям еще показали, какой-то жест, кто-то заметил какой-то жест еще особенный. Не показывали почему-то старшим, старшим хором. Это не только здесь у вас, в других церквях, где я был, видел. Вот еще один жест, он мне очень запомнился. И вот когда регент вышел, так как-то, знаете, дети переживают, и переживают регент, чтобы они хорошо спели. И она встала, регент, и так посмотрела на них, и показала так им. Вы понимаете, что это такое? Вот, я так смотрю, думаю, не сидит ли кто-то там в зале, для проповедника так, если проповедник кислый, скучный. Показываю, так думаю, что буду смотреть внимательно. Вот. Вы поняли, что это такое, братья и сестры, да? Для детей. Почему-то для детей. Может быть, только детям надо улыбаться, а взрослым надо быть такими серьезными. Можно я вас попрошу, если вы чуть-чуть поняли немножко, вот мы с вами такую практику языком жестов говорили сейчас с вами. Если вы поняли, вот, я бы хотел, чтобы вы попробовали сейчас на своем соседе, на своем брате. Повернитесь и покажите ему. Не стесняйтесь. Ну, как ваш брат, сосед, сестра, поняли или нет? Умеют, да? Умеют. Смотрю, все заулыбались. Слава нашему Господу, братья и сестры. А как нам не радоваться, когда наш Господь такой великий, чудесный, Бог наш, святой, милосердный, призвал нас, оправдал нас, а мы нас драгоценны в святой крови. Мы должны благодарить Господа нашего. Слава нашему Господу. И в оставшееся время мы будем читать Слово Божие вместе с вами и порассуждаем над одной мыслью, которую хочу оставить вам. Я приехал из самого-самого юга Америки. Дальше нас уже Мексика. Это город Сан-Диего. Кто-то знает такой город, наверное, да? Есть город Сан-Диего. Вот оттуда. Там у нас есть церковь, свет миру. И наша церковь передавала всем сердечный привет. Я служу в этой церкви. И хотел бы, конечно, чтобы у нас была тоже такая прекрасная церковь, как у вас. И по зданию прекрасная. И по людям прекрасно. И по хору. И по пивцам и музыкантам. Ну просто таланты. Таланты вашей церкви. Просто приятно. Просто хорошо. Я не знаю, что можно еще дать вам большего, чтобы вам Бог дал. Ну все. Прекрасные служителя. Прекрасный хор. Прекрасные певцы, музыканты, проповедники. И место хорошее. Правда? Ну что можно, братья и сестры, сказать, попросить еще у Господа? Ну все. Мне кажется, самое лучшее. Вы самые благословенные. Вы самые любимые у Господа, наверное. Но Господь вам подарил все прекрасное. Поэтому славьте Господа, благодарите и дорожите этим. Тема моей проповеди будет сегодня восстановление разрушенного жертвенника. Мы читаем в книге Третья Царств, 18 глава. Я прочитаю не все место Священного Писания, хотя мы будем рассуждать об этом. Вы знаете историю, я потом напомню ее. Я прочитаю с 30 стиха и ниже. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему, он восстановил разрушенный жертвенник Господен. И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынового Иакова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. И построил из этих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две сады зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, наполните четыре ведра воды, и выливайте на все сожигаемую жертву, и на дрова. Потом сказал, повторите. И они повторили. И сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ровно полнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал, Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познай в сей день, что Ты один, Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познай от народ всей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господин, и пожал сожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. И увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И дальше мы прочитаем, если дальше до конца этой главы, то там еще Илья пошел на гору молиться, и когда он молился, появилось облако с ладонь, и пошел сильный дождь. И это мы должны связать с вами восстановление разрушенного жертвенника. Не спал огонь, и дождь благословения пришел на землю. Израиль переживает трудное время, очень трудное время, голод, засуха, три с половиной года нету дождя на землю. Вы можете представить, что такое, что такое, у вас в Орегоне очень много дождей, у нас в Калифорнии мало. Мы любим дождь, мы ждем дождь, мы благодарим Бога за дождь, мы молимся о дожде, мы постимся о дожде, мы нуждаемся в дожде. Я думаю, вы молитесь о солнышке, правда, Господи, дай нам хорошее солнце. И Господь вам дал, слава Богу, услышал молитвы многих. А мы молимся о дожде. Но три с половиной года, вы представьте, три с половиной года, когда нету дождя, земля потрескалась, и люди ищут выхода с этого положения. Президент страны, Ахав, ищет, как найти положение, экономика разрушена, голод в стране, люди умирают от голода. И в чем же причина? Люди не могут найти, не знают, в чем причина, почему в стране такое бедствие, почему в стране люди умирают. Вы знаете, но у пророка Господнего есть ответ. Хотя не знает, что случилось со страной, Ахав ищет различные методы. Братья и сестры, давайте мы прочитаем, что случилось. За него и что случилось в стране. Это в 16 главе мы прочитаем. Смотрите, 29 стих. Я читаю такое место дальше, смотрите, 29 стих. Ахав, сын Амрия, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя иудейского. И царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем в Самаре 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодно пред отчами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеравама, сына Наватого. Он взял себе жену Иезавель, дочь Ваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И смотрите, что он дальше сделал. 32 стих. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. Мы говорим, что, читали, что пророк Божий, Илья, восстановил разрушенный жертвенник Господень. Здесь написано, что Ахав сделал жертвенник. Сделал жертвенник. Ну, кому же он сделал жертвенник? И сделал жертвенник, написано. И поставил он Ваалу жертвенник. И поставил он Ваалу жертвенник. И после всего, что он сделал? Конечно, жертвенник Господень был разрушенный. Хотя не написано, ну, если восстановлял Илья разрушенный жертвенник, значит, он был разрушенный. Значит, смотрите, Израиль, который поклонялся единому Богу, сотворившему небо и землю. И там был жертвенник, на котором приносились Богу жертвы. Все поменялось в стране. Все поменялось в людях. Люди стали, дом Израиля стал поклоняться Ваалу. И жертвенник Господень был отодвинут и разрушенный. И с того момента стало другое служение. Служение Ваалу, служение идолам. В стране бедствия. А что может быть иначе, если Богу уже не служат люди? Бог всегда смотрел... Жертвенник это то место, где люди поклоняются Богу. Мы читаем с самого начала, что когда Ной только вышел с Ковчега, написано, и устроил он жертвенник Господу. Это то место, где человек приносит жертву Богу. Где Бог принимает приятное благоухание, воскурение. И Авраам строил жертвенник. 12 глава, мы читаем в бытие, Авраам создал жертвенник. Создал Авраам жертвенник. Исак, написано, устроил жертвенник Господу. То есть, смотрите, жертвенник это место, где человек общается с Богом. Это прямая связь с Богом, общение с Богом. У Авраама было много богатства, много было стад, у него были слуги, у него была семья прекраснейшая, шатры, в которых он двигался. Но Господь сказал, устрой мне жертвенник. И Авраам устроил жертвенник. Это то место, отделенное уже. Это место, на которое он приходил. Это место, где он поклонялся Богу. Где Бог говорил с ним. Где Бог отвечал ему. Где Бог слышал его молитвы. Друзья мои, я хочу сказать о трех жертвенниках сегодня, если Господь позволит нам в это время. Это наш личный жертвенник. Это то место, где мы сегодня славим Бога, поклоняемся Богу. Это наш личный жертвенник, мой и твой. Жертвенник Богу. Где мы служим Богу. Где мы общаемся с Богом. Это общение с Богом, жертвенник. Семейный наш жертвенник. И наш церковный жертвенник. Я хотел бы обратить ваше внимание, смотрите, когда был разрушен жертвенник. Когда вот эти ценности изменились в Израиле. Когда Израиль стал поклоняться вместо живому Богу, в Аалу. И случилась с ним эта беда. И, конечно, надо было искать корень проблем, который заключался именно в этом, что Израиль не поклоняется Богу. Израиль поклоняется другому. Библия говорит, что не можете служить двум богам. Не можете служить мамоне и Богу. Друзья мои, если кого-то богатство увлекло, или прелесть этого мира, или что-то увлекло, Библия говорит, что не можете так сделать. Не бывает такого, чтобы человек служил двум богам одинаково. Одному будете служить, а другому будете не родить. Израиль, ты будешь одному богу служить, или в Аалу, или богу живому. Ну, Израиль избрал служить в Аалу. Друзья мои, как может Бог благоставлять страну? Как может Бог благоставлять общество? Как может Бог благоставлять, если там нет живого поклонения? Как может Бог благоставлять Америку, если Библия была изъята из школы? Мы ищем сегодня, как нам поднять экономику в стране, мы ищем сегодня современные технологии, но если Бог положит палец свой или перц свой, ничего этого не поможет. Если 10 заповедей были убраны из зала суда, Америка продолжает идти дальше, развивается в каком-то непонятном направлении. Сегодня страны переживают дефолт, Греция и другие страны, и хочется кричать, и хочется сказать, дорогая Греция, дорогая Англия, дорогая Россия, Украина, Белоруссия, Америка, исправьте пути ваши пред Богом, поставьте в ваших странах жертвенник живому Богу. Тот, который вы выбросили, тот, который вы оставили, тот, который вы нарушили, который разрушили. Вы ожидаете дождей и благословения, но Господь говорит, я закрою небо для вас. Я закрою небеса, потому что жертвенник мой разрушен. Друзья, дорогие, я хотел бы обратить внимание, это в глобальном масштабе, если мы смотрим на страну, на общество, но жертвенник сегодня сердечно, это более ближе, это более ближе к нам, когда Бог говорит нам в Слове, и Господь обращается в Слове Господнем в откровении, и Он не обращается ни ко всему обществу, как мы часто говорим, братья и сестры, дорогие, вот у нас, вот мы вот с вами, но Господь индивидуально обращается. Я знаю, какие дела, не ваши, Господь говорит, но я знаю твои дела, я знаю твои дела, я знаю твои отношения, я знаю, как ты горел для Господа, я знаю, как ты приходил, как у тебя жертвенник, твой сердечный горел, и там огонь был на этом жертвеннике, как ты молился, как ты приходил к Богу, но сегодня этот жертвенник у многих разрушен. Жертвенник, общение с Богом потеряно. В общем-то, все нормально, мы, в общем-то, знаете, можем поддерживать такую атмосферу, но лично, братья и сестры, личное отношение. И этот жертвенник, я хочу прочитать, где он, этот жертвенник, где мы можем его построить сегодня в нашем современном мире, в Новом Завете. Писание нам говорит Евангелие от Матфея, где этот жертвенник наш личный сегодня с вами. В шестой главе мы читаем такое слово, пятый стих, а когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. То есть, Библия говорит, ты вот так не делай, ты не делай это на показ, ты не делай на углах улиц, ты не делай на площади это. А что же надо сделать, где же этот наш личный жертвенник сегодня, наше личное общение с Богом. Ты же, опять смотрите, слово Божье говорит, не в общем, не к семье обращается, не к церкви обращается, не к обществу обращается, а Бог обращается сегодня индивидуально к нам. Ты же, когда молишься, ты же, когда молишься. Братья и сестры, мы имеем, конечно, молитву семейную, мы об этом будем дальше говорить, церковная молитва, у нас есть и церковные молитвы наши. Но есть еще один вид молитвы, ты, когда молишься. Друзья мои, очень важно, потому что мы можем молиться вместе, но если нет личного общения с Богом, если оно потеряно, друзья мои, ничего не будет стоить нашей общей молитвы тогда. Потому что наши общие молитвы составляют из наших личных молитв и нашего личного общения с Богом. Ты же, когда молишься, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Ты же, когда молишься, друзья мои, вот этот жертвенник, который должен стоять у нас, в домах наших. И этот жертвенник мы можем иметь в нашей даже личной комнате. Это не надо особое какое-то помещение. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. И что надо делать? Написано, в комнату твою и затвори дверь твою. Это личное общение. Вы знаете, мы должны ценить, дорожить этим общением. Если оно у кого-то потеряно, восстановите. Мы читали за Илью. Илья восстановил разрушенный жертвенник. Этот жертвенник, вы знаете, он может быть разрушен нашими какими-то суетой, заботами. Векость его может быть у кого-то разрушен с сильным желанием познания или знаний. И мы включаем интернет, мы смотрим новости и другое. А у нас перестало вот это чувство, желание побыть в общении с Богом наедине. Даже не с женой. Даже я хочу, буду говорить о том, чтобы как вместе молиться. Но вот это личное общение с Богом. Мы молимся с женой каждый день, мы молимся с семьей. Но у меня есть личное время, когда я сам захожу в комнату. Когда я не хочу, чтобы кто-то зашел туда больше. Когда я беру Библию, когда я беру тетрадку, когда я беру ручку. И я захожу в общение с Богом. И нахожусь один. Я не беру с тобой телефон туда никогда. Потому что он отвлекает. Я закрываю дверь за собой. Это чтобы тебя не отвлекало. Ты должен сам побыть лично с Богом, пообщаться с Богом. И вот ты зайди в комнату твою, затвори дверь твою. Чтобы тебя не отвлекало. Ничего, никакие ситуации, чтобы тебя не отвлекали. Я раньше молился, телефон рядом лежал. И вы знаете, я понял, что он не должен там лежать. Потому что когда я молился, Дух что-то наполнил. Я славил Господа, говорил, Аллилуйя тебе, Господь. И вдруг зазвонил телефон. И я поднимаю телефон и говорю, Аллилуйя. И там замолчали на другой стороне. Я вообще не понял. И говорю, доброе утро. А это была глубокая ночь. Потому что ты в сознании, вы знаете, отключился от этого мира, от всего. И ты вдруг телефон хватаешь и говоришь вместо Алло, Аллилуйя. Поэтому я понял, что не надо телефон брать с собой, братья и сестры. И не берите с собой телефон, когда вы молитесь лично. И написано, Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Вот откуда явный ответ наш приходит к нам. Это из нашей тайной молитвы. Из нашего уединения с Богом. Это первое, где мы должны общаться с Господом. Вы знаете, общение с Господом в личном плане потеряно. Я не хочу сказать у многих или у малых. Но сами судите, сколько людей сегодня имеет личное общение с Господом. Сколько сегодня уже поговорили утром с Господом. Сколько сегодня из вас было уже в личной комнате, закрывались, молились Господу. Друзья мои дорогие, вы знаете, что сегодня существует такая тенденция, опасность профессиональных певцов, профессиональных проповедников. То есть мы учимся проповедовать красиво, жесты у нас, только фонограмма под проповедь, дайте нам еще. Вот мы все можем научиться. Дорогие мои, я слушал проповедь Давида Вилкерсона. Когда-то он был в России, была там конференция. И когда они были после конференции, пригласили на обед, и пастор в большой-большой церкви, и жена там сидела рядом, и жена как-то подсказывает своему мужу, пастору, ты скажи проблему брату Вилкерсону, чтобы он помолился за тебя, или ты, или я, если ты не скажешь, я скажу проблему. Он говорит, нет, я сам скажу. И он говорит, пастор Вилкерсон, брат дорогой, я хотел бы, чтобы вы помолились за меня, у меня есть нужда. Какая же у тебя нужда? Он говорит, я являюсь пастором большой церкви. Я часто выступаю по телевидению, на радио. Я провожу семинары, я провожу беседы с людьми, я очень занят, я проповедую в церкви каждое воскресенье. Но я уже год как не молюсь, я уже год как перестал молиться. Я стал просто профессиональным проповедником, я ищу как проповедовать, у меня новые темы рождаются в голове, я проповедую, но я перестал молиться. Друзья мои, это опасность нашего времени, стать профессиональным проповедником, без молитвы, без слез. Без сокрушения. Говорить Слово Божие. Апостол Павел говорит, я день и ночь учил вас со слезами. Это то, что он сам лично переживал, он сам лично входил в личное общение с Богом, а потом он передавал это. А воочи, Дух Святой, научи нас, научи нас войти в комнату. Второй вид нашего жертвенника, это семейный наш алтарь, или семейный наш жертвенник. Вы знаете, что очень важно, братья и сестры, очень важно нам сегодня крепить наши узы семейные, с семьей молиться Господу. Мы с детства были научены так. Мои родители, мама, папа учили нас, когда мы были маленькие. Мы становились на колени всей семьей, мы молились по очереди. Один, второй, третий, пятый у нас было, мы молились все. Потом мама, папа молился, заканчивал. Так же и мы в семье поступали, мы молились вместе. Это первое, что нам нужно, чтобы молиться вместе. Но для того, чтобы семью пригласить к молитве, дорогие мужья и жены, хочу обратиться к вам. Восстановите, если у вас нет семейных, если вы не молитесь вместе, муж и жена. А сегодня эта тенденция есть, сегодня у молодых семей особенно. Жена молится раньше, потом муж молится, а вообще некоторые не молятся. Друзья мои, это страшно, но я говорю эту истину, что я видел. Не молятся даже, даже не молятся. Жена пошла спать, через время сидит муж за интернетом, еще занимается или по своей работе, или вообще что-то смотрит. И потом идет спать, ложится, и не помолившись. Никогда, никогда в нашей жизни такого не было. С самого начала, как мы только поженились, мы стали молиться с женой вместе. Мы научились молиться вместе. С самого первого дня, мы с первого года, когда мы поженились, мы прочитали вместе Библию. Библию. Дорогие, может быть, вы семейные люди, семейные пары, может быть, вы никогда с женой не прочитали еще Библию вместе, чтобы сесть и прочитать Библию. Я сосчитывал одну пару, где-то, может, два года назад. И я сказал, пожелание такое было, я из своего опыта сказал, что это очень важно, чтобы вместе, муж и жена, прочитать Библию. И вы знаете, сидел один брат, служитель, епископ, вот, слушал, и говорит, очень интересно, говорит, я уже 30 с чем-то лет в семейном, в браке, и уже столько лет на служение. Ни разу в жизни мы не прочитали с женой вместе Библию. И потом через год опять приехал в нашу церковь, подходит ко мне, улыбается, брат Сергей говорит, мы прочитали в этом году Библию, где-то уже в ноябре, в декабре месяце, в начале, мы уже закончили, мы шли с опережением, мы шли с опережением. Это было так здорово, это было так сильно. Мы с женой читали Библию, мы ждали этого дня, мы ждали каждый день вечера, когда мы садились и читали Библию с женой утром и вечером. Дорогие мои, если вы не прочитали вместе Библию, прочитайте Библию вместе, мужья и жены, и вместе молитесь. Никогда в жизни, чтобы вас не было, что жена пошла спать, а вы еще не помолившись. Или вы ложитесь спать, не помолившись вместе. Мы всегда молимся вместе, утром и вечером, и если когда в отъезде, то мы все равно молимся, конечно, но она себе, я себе, но мы всегда молимся, когда мы вместе, дома мы вместе молимся. Статистика говорит, проводили семинар семейный на семейную тему у нас, и одни американцы, это доктора богословия, это очень известные люди проводили семинар, и они говорили такую статистику, здесь в Америке, это не то, что на славяне. В семье, в которых муж и жена молятся вместе, практически нулевой процент разводов. В семье, где муж и жена молятся вместе, нулевой процент разводов. В семье, где не молятся жена и муж вместе, 50% разводов, так как и в мире. Вот откуда проблема, вот где проблема, разрушенный семейный жертвенник, а мы ищем сегодня что-то другого. Нужно восстановить семейный жертвенник, чтобы в доме лилась молитва, чтобы муж и жена склонялись вместе. Когда вы молитесь вместе, вам очень легко тогда пригласить вашу семью. И ваша семья должна склониться вместе и молиться. Я вспоминаю, мы всегда практиковали тоже в нашей семье, когда дети молились, дети уже выросли наши, шестеро детей. Вот мы молимся, и каждый ребенок по очереди молится, большие и старшие, и помладшие. И вот молится дочке, я старшая дочь, ей было лет восемь, наверное, с тем восемь, уже слабо знает, как выразиться по-русски. И молится такой молитвы, Господи, благодарю Тебя за глазки, которые Ты дал мне, которые я могу видеть. Я благодарю Тебя за ушки, которые я могу слышать, за ручки, которым я могу трудиться. Я благодарю Тебя за носик, которым я могу, я могу, а что носик делает? Я могу, и не нашла подходящего слова на русском языке, объяснила Богу вот так. За носик, которым я могу, и начала молиться дальше. Конечно, мы заулыбались, но это детская молитва, детская молитва. Она благодарит Бога. Друзья мои, и все так по очереди молились. Я хочу спросить вас, дорогие мои, молитесь ли вы вместе со своей семьей, мужья и жены, родители дорогие, вы привлекаете ли свою семью вместе молиться? Если нет, ваш домашний жертвенник, он разрушен, его нужно восстановить. Восстановите это в своей семье, в практику вашей жизни. Введите это каждый день. И дети научатся молиться. Они не будут спать ложиться, пока мама, папа не помолятся. Следующее, что нужно делать в семье, это вместе служить Богу. Приходите вместе в собрание. Вы знаете, очень важно, чтобы, если есть возможность, чтобы семья сидела вместе. Мама, папа и дети садили в собрание. Это важно, чтобы дети приучивались вместе сидеть. Хотя у них есть воскресная школа, можете отпустить. Но чтобы какое-то время они сидели с вами, они видели вас в собрании вместе. Чтобы муж и жена сидели вместе. У нас как-то получается, что жены в одном месте сидят, другие в другом месте. Я был в Свифании долгое время. Вы знаете, большая церковь, может быть, в три раза больше церковь. И получается так, что муж сидит в одном месте. А я спрашиваю, а где твоя жена? Я давно не видел. Она где-то там. Где-то там жена сидит. Вы знаете, садитесь мужья и жены вместе в церкви. Очень важно. Вы знаете, я тоже всегда как служитель сидел на платформе. Я не мог это сделать, позволить себе, потому что у нас так не принято, чтобы жена сидела рядом. И жена сидит в собрании, конечно. Я сижу на платформе. И вот всегда самый последний ухожу из церкви. Почти так получалось всегда. А жена всегда ждала. Одна сидела с детками. И вот в одном собрании она сидела, ждала. Я забыл занятый. И проголодалась. Там на паркинге продавали хлеб. И она пошла хлебушек купить, чтобы немножко перекусить с детьми. Она выходит с малышами, стоит в очереди. А подходит один брат к ней. Подходит один брат к ней и говорит, сестричка говорит, я вижу, что вы всегда одна сидите. И я тоже одинокий. Может, наши судьбы сведем вместе. Она говорит, я жена пастора Сергея. И он куда-то исчез, брат. И вы знаете, мужья дорогие, жены, садитесь вместе. Садитесь вместе, чтобы к вашей жене кто-то не пришел свататься. Поэтому берите с собой жен, садитесь вместе. Прекрасные пары. Пусть это будет семейное наше служение Богу. И служите Богу вместе. Вовлекайте детей в ваших служение. Если вы поете, пускай дети ваши ходят даже на спевки вместе с вами. Будут вовлечены. Если вы посещаете, одна семья здесь в Портнене живет, в другой церкви. Большая семья. И дочка она сейчас тоже, жена пастора в служении. И она рассказывает, что наш папа, у нас была большая семья. Всегда брал нас с собою в собрание. Мы всегда ездили с семьей. Мы всегда ездили с посещением больных. Папа нас брал с собою. И один троллейбус, второй троллейбус, несколько пересадок, но мы посещали больных даже вместе. Друзья мои, вот это говорит о том, что семейный алтарь и семейный жертвенник, он не нарушен. Пусть Бог благословит вот это второе, о чем бы я хотел сегодня, чтобы мы сегодня сделали. Если он нарушен, если ваши отношения нарушены, если нет общения с Богом, вашей семьей, восстановите ваш домашний жертвенник. Это очень важно, чтобы семья ваша не разрушилась, чтобы семья не распадались. Молитесь вместе сегодня. И последнее время наше ушло, церковный алтарь. Я просто приведу такой пример, и мы будем молиться Господу. Друзья мои, очень важно, чтобы и наш сегодня церковный жертвенник, или алтарь наш, наше молитвенное общение нашей всей церкви, когда мы приходим, это очень важное служение молитва. Молитвенное служение, молитвенное служение, как мы относимся к церковному алтарю, как мы относимся к церковному жертвеннику молитвы. Молитва – это и сообщение с Богом, когда мы вместе приходим. И кто-то сказал так, если ты хочешь увидеть, как народ любит своего пастора, народ, церковь Божия, как любит своего пастора, приди, посмотри, воскресенье утром, сколько народу собирается. Если ты хочешь узнать, как народ любит евангелиста, приди, посмотри, сколько народу вечером на собрании. А если ты хочешь узнать, как люди любят Иисуса, приди в понедельник на молитвенное служение, и ты увидишь, сколько людей любит Иисуса. Друзья мои, я не знаю, как у вас, я не знаю, сколько у вас приходит на молитвенное служение, но я знаю, что люди, которые любят Иисуса, они знают ответственность молитвы, они знают, как важно молиться, как важно, чтобы поддерживать этот огонь на церковном жертвеннике. Вы знаете, Беспалов такой пример приводил, я его запомнил, что было художникам дали такое поручение, задание, нарисовать мертвую церковь, нарисовать мертвую церковь, фантазия, воображение этих художников, и начали рисовать. Один рисует поваленный забор, такое здание, уже старенькое, второй рисует совершенно здание, уже без крыши, разрушенная половина, такая брошенная, бурьяном заросшая вся эта территория. Такое старое-старое веткое задание «Мертвая церковь». И один только нарисовал самую красивую, самую современную церковь, которую только можно увидеть сегодня в наше современное время. И когда он дал этот свой листочек тоже туда, тоже, и жюри смотрели, и смотрели, и не могли понять. И потом спросили, а как это может такая красивая, самая современная церковь, как она может быть мертвой? А он сказал, а вы присмотритесь внутрь этой церкви, вы посмотрите на алтарь. А там был нарисован алтарь, незаметный алтарь был нарисован внутри церкви. И там на алтаре сидел огромнейший паук, который свил паутину. Там никогда уже не горел огонь. Там только была красивая форма, но огня не было. И жюри присудили первое место этому рисунку. Первое место красиво снаружи, а мертво внутри. Это тогда, когда церковный жертвенник, он в пренебрежении, когда он разрушенный, тогда люди внешнюю красоту только делают, а внутренней нету. Поэтому я приглашаю вас всех на молитвенное служение. Проявите ревность, братья и сестры, проявляйте ревность, и пусть вся церковь, а может быть 90% придет завтра на молитвенное служение, служить Господом. Если у тебя личное отношение потеряно с Господом, мы сейчас идем к молитве. Вы можете даже выйти сюда наперед, братья придут помолиться за вас. Если семейные, мужья и жены, выйдите вместе, помолитесь. Это очень важно, очень важно. Кризис придет, неминуемо кризис придет, голод придет, смерти придут. Если разрушенный жертвенник, с этого начинается восстановление экономики, с этого восстановления все начинается с восстановления разрушенного жертвенника, с разрушенного общения с Богом. Если нет общения с Богом, значит есть общение с кем-то другим. Что-то занимает твое время. Дорогие мужья и жены, если вы потеряли в семье, нету сегодня устройства, и именно здесь проблема кроется, что вы перестали молиться вместе, можете тоже прийти. Вместе с вами помолимся Господу. Если нужно покаяние за то, что вы оставляете церковное служение, за то, что вы не идете на молитвенное служение, братья и сестры, тоже нужно покаяться и ревностно-ревностно начать созидать дело Господне вместе. Склоняемся на колени, молимся нашему Господу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok